И хотя те воины, которые спрыгнули в этот обрыв, им пришлось потом обратно по этому крутому обрыву забираться. Я, кстати, разговаривал с одним из тех, кто как раз был в числе спрыгнувших. Их лидеры, они воруют, своровали там огромное количество нефтяных денег, и их родственники находятся за границей, живут роскошно, а вы тут под бомбежками, ваши жизни в опасности. Я скажу честно, мое личное отношение к подобного рода операциям, я их не приветствую, потому что очень большие риски потерь среди мира. И теперь донат в трех сообщениях. Я зачитаю сразу три. Ас-саламу алейкум. По поводу события разгрома псковских десантников, считаешь ли, что вступление с ними в бой было внушено самим Всевышним Аллахом Шамилю, так как он, Шамиль, настоял, чтобы муджахиды вступили с ними в бой. Несмотря на то, что муджахиды были вымотаны долгим переходом, среди них много раненых. А Амир Хатаб даже сначала пререкался с Шамилем, говоря, что можно пройти мимо них, не вступая в бой. По итогу боя трупы десантников были свалены в одну кучу, как будто специально перетащили их в одно место, и одинаково у всех ранения в голову и под горлом. И на лицах застывший ужас. Ведь позже сам Хатаб говорил об этом бою, что это была не наша работа. Аллах внушил в этот момент своим верующим рабам, чтобы они вступили в бой, хотя со стороны может казаться, что нецелесообразен такой маневр, о чем и думал Хатаб. Оказал по своей милости помощь им, послав своих ангелов. Как ты понимаешь, такие вещи, о них можно как бы рассуждать, можно предполагать, но ни о чем нельзя говорить уверенно. Как бы там ни было, чья бы это ни была помощь в плане, будь то ангелы, будь то джинны, безусловно, мы знаем одно. На то была воля Всевышнего Аллаха, но после того, как я изучил эту тему, поговорил с участниками тех событий, сделал с ними интервью, которое, к сожалению, которому не суждено было выйти 29 февраля этого года. Но я надеюсь, что мы его все-таки опубликуем, когда будет такая возможность. Так вот, изучив эту тему, я узнал, что пререкание Хатаба с Шамелем, оно было не в плане боя с ними, то есть не первого боя. Никогда наткнулись на них, разведка доложила, что там есть десантики, ну, военные, в принципе, российские. И тогда решение о первом штурме этой высоты, там не было никаких пререканий. Были собраны вот эти вот несколько групп, которые пошли на штурм. А вот этот вот момент, когда Хатаб предложил их обойти, он произошел уже тогда, когда вроде бы бой закончен, думали, что все уже высоту взяли. И когда двинулись наши вооруженные силы, двинулись дальше, опять оттуда открыли огонь. Оказывается, там осталось живых еще несколько человек. И вот тогда Хатаб сказал, что уже мы не знаем, сколько их там еще, возможно, там еще серьезные силы. И далее вести с ними бой нецелесообразно. Мы потеряем очень много времени, сил, потери будут. Давай, может быть, мы их обойдем. И даже он отдал приказ, чтобы начали их обходить. И некоторые... Обходить нужно было... Там был обрыв очень крутой. Ну, и, разумеется, заснеженный. И нужно было туда спрыгивать, в этот обрыв, по этому снегу. И уходить по дну этого ущелья. И Хатаб уже сказал, как бы, воинам, чтобы они начали таким образом уходить. И некоторые уже спрыгнули туда. То есть, какая-то часть уже начала уходить вниз. Когда Шамиль настоял, что нет, идите и добейте. То есть, Шамиль, он был очень опытным воином. Он понимал, что там не может быть каких-то серьезных сил. Что это, скорее всего, оставшиеся в живых от десантников. И он настоял тогда на том, чтобы пошли туда и добили их. И тогда их добили. И те воины, которые спрыгнули в этот обрыв, им пришлось потом обратно по этому крутому обрыву забираться. И я, кстати, разговаривал с одним из тех, кто как раз был в числе спрыгнувших. И он сейчас, конечно, с улыбкой об этом вспоминает. На самом деле, на тот момент это, конечно, было очень тяжелое испытание. Чтобы вместе с боеприпасами потом обратно подниматься, будучи уставшими, не евшими, не спавшими. Это, конечно, очень тяжелая была ситуация. Что касается ранений убитых, то тут тоже, по крайней мере, те, с кем я разговаривал, они говорят, что немало было среди убитых российских военных тел со следами осколочных ранений. Это свидетельствовало о том, что они были уничтожены своими же. Когда артиллерия долбила, видимо, от этих осколочных ранений погибали и их военные. Поэтому затем российское командование придумало эту легенду, что якобы они вызвали огонь на себя. Я так логически рассуждаю, думаю, что это было сделано из-за того, что родные увидели бы эти тела своих родственников, увидели бы, что они имеют такие ранения, не пулевые, а осколочные. И чтобы не было каких-то вопросов, почему их свои же убили, они придумали эту историю с тем, что они сами на себя вызвали огонь. На самом деле, конечно же, нет, не было там никакого вызова, никакого огня. И никакого героизма со стороны российских военных в этом бою не было. Абсолютно. Там был героизм со стороны наших воинов. Там было чудо, безусловно, это чудо, когда хорошо укрепленных военных, укрепленных на высоте, изнеможенные этим переходом, раненые, неевшие, не спавшие воины, несколькими группами, группы в своей общей, в общем своем количестве, их было меньше, чем тех десантников. То есть максимум, единовременно их штурмовалось 30-40 человек, говорят участники. И изначально их положение было более уязвимое. Они находились ниже, без остановки велся артиллерийский огонь. Но при этом сторона наших военных там понесла минимальные потери. От 10 до 13 человек были вот общие потери в этом, именно в штурме. Так, конечно, во время перехода было много потерь. И кто-то нарывался там на другой артиллерийский, то есть их же еще по дороге стреливали из артиллерии. И поэтому там еще какие-то боестолкновения бывали. Где-то авиация долбила, вертолеты. То есть в целом, конечно, во время перехода было гораздо больше потерь. Но именно во время штурма от 10 до 13 человек погибло со стороны наших вооруженных сил. Да помилует их всех Всевышний Аллах. Минск. Тумсо, доброго вечера. Помню время пропаганды, как подавалась война в Чечне. Благодаря тебе изменилось свое отношение к ней. И по-хорошему завидую, что у вас были такие достойные герои. Уверен, Ичкерия будет свободной. Спасибо, Минск. Благодарю тебя за это сообщение. Пропаганда, она всегда во все времена, во время боевых действий всегда работала пропаганда. И она, если бы она не была успешной, если бы это не был бы очень такой важный момент во время борьбы, то на нее не тратились бы такие огромные средства. Тем более, они не тратились бы тогда, когда каждая копейка на счету. Вы представляете, идет война, и эти деньги, которые... Это немало денег тратится на пропаганду. Эти деньги можно пустить на военные какие-то действия, на оружие, на закупку или производство этого оружия, на подкуп, на что угодно. Но эти деньги оттуда изымаются и их пускают на эту пропаганду, потому что это очень важно. И сейчас вот я вспоминаю, тогда мне было смешно, во время войны мне было это смешно, когда скидывали с вертолетов листовки. У меня даже была одна фотография этой листовки, но я ее сейчас не найду. Я ее, по-моему, выкладывал у себя в телеграм-канале. Тогда мне было смешно. Сейчас я понимаю, насколько они заморочились. Вы представляете, они думали даже таким способом вот эти вот настроения людей изменить. Они скидывали листовки, где они писали о жителе Чечни. Задумайтесь, кого вы защищаете, кого вы приютили в своих селах, кому вы помогаете, кого вы кормите, прячете. Их лидеры, они воруют, своровали там огромное количество нефтяных денег, и их родственники находятся за границей, живут роскошно, а вы тут под бомбежками, вашей жизни в опасности. Они писали такие вещи. Тогда мы это читали, и мы просто это выкидывали, топили этим печки. Нам было смешно. Мы думали, а кого хотят обмануть. А на самом-то деле, сейчас уже, смотря назад, я понимаю, это тоже была пропаганда, это тоже был важный момент. И наверняка находились такие люди, которые покупались на это. Которые, ну, меньше как бы анализируют, у них меньше информации, они меньше задумываются. И они, может, действительно думали, а где там наши лидеры? У них, наверное, действительно дети там где-то за границей. Хотя нет у нас наших лидеров, детей тогда не было за границей. Дети наших лидеров также погибали, воевали вместе с обычными нашими воинами. Все эти трудности этой войны переживали на себе. Осмут. Привет, Тумсо. В прошлый раз ты назвал действия Басаевой-Буденовской блестящей диверсионной операцией. Хотел узнать более развернутое твое мнение на эти события. Привет. Какого-то, ну, какое может быть там развернутое мнение? В целом, здесь есть два мнения. Есть мнение пропаганды российской, которые говорят, что это был террористический акт, и это был захват больницы, народ дома. И есть другое мнение. Это мнение, официальное мнение нашего государства, Чеченской республики Ичкерия. Как вы знаете, Басаев и все участники Буденовских событий, все были награждены высшими орденами нашей республики. Они все получили, у нас были самые высшие ордены, это Оман-Си, Честь нации, и Оман-Турпал, Герой нации. Все участники этих событий получали эти награды. Поэтому здесь есть две стороны, как и в любом вопросе. И здесь просто нужно анализировать это с точки зрения намерения. То есть, с каким намерением туда шли эти ребята. Они не шли туда, чтобы захватывать больницы или роддома. Они туда шли для того, чтобы вступить в бой. Они вступили там, кстати, в бой с военной частью, расположенной в Буденовске. И уже уходя оттуда, они забаррикадировались в этой больнице. Я скажу честно, мое личное отношение к подобного рода операциям, я их не приветствую. Потому что очень большие риски потерь среди мирного населения. И это очень неоднозначно для обычных людей. То есть, оценка таких событий, она очень неоднозначна. И такие события, они легко поддаются вот этой пропаганде. Поэтому я, честно говоря, сам не приветствую такие вещи. Но осуждать за подобное, когда мы находились в ситуации полнейшего уничтожения всего народа, когда наши лидеры действовали из тех возможностей, которые у них были. И это была попытка таким образом заставить российское командование, российское руководство прекратить боевые действия. И в конечном итоге цель была достигнута. Поэтому осуждать здесь я не могу. Если бы был бы выбор между такими действиями и иными, классическими боевыми действиями, конечно, я бы предпочел избежать от подобного рода действия. Но осуждать за такое я не могу. Это я сейчас говорю только о Уденовске. Имейте в виду только о Уденовске. К другим событиям, таким как Беслан, допустим, отношение однозначно негативное. И это осуждается, безусловно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»